Всем привет, я Алена, и я снимаю распаковку с различных маркетплейсов на осень. Я подправила очень много таких осенне-зимних позиций, всякие шарфики, кардиганы, свитра. И я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Приятного вам просмотра, но перед этим также хочу вам напомнить, что я веду социальные сети, телеграм-канал, здесь с картинками, подписывайтесь. И давайте перейдем к распаковке. И первое, что я хочу вам показать, это такую толстовку, очень оверсайзную и очень теплую. Она идет с таким вот капюшоном и с затяжками. Внутри идет подкладка из флиса. По составу она из хлопка, и на самом деле она очень хорошего качества. И мне также нравится ее цвет. У продавца там есть очень большая цветовая палитра, но мне безумно понравился цвет именно серый меланж, потому что он из всех цветов, которые представлены, выглядит более как-то выигрышно. И, в принципе, это такой базовый цвет. Мне кажется, он не будет скатываться после первой стирки. Также у продавца на карточке написано, что, ну, рекомендации к уходу, что нужно стирать при температуре не более 300 градусов, как раз таки, чтобы она не скаталась. Следующее, что я хочу вам показать, это такой вот клетчатый шарф. Мне очень понравилась его расцветка, его материал и качество, потому что он очень мягенький. Шарф выполнен из полиэстера и написано «Сезон зима». Но я думаю, также его можно осенью носить сейчас. Мне очень нравится, как он сочетается с кожаной курткой под цветовыми гамми, которые у меня есть. Я думаю, я его подносить именно с ней и стилизовать. Он очень мягкий, прям. И еще я мерила такой же шарф, только по голубому цвете. В клетку голубую тоже он не менее круто выглядит. Можете заказать два и выбрать по цвету, который вам больше всего подойдет. Следующее, что я хочу вам показать, это такую косметичку. Выглядит очень мило. Типа, не знаю, как овощик какой-то. И также оно есть в таком цвете крем-брюле, по-моему. Но, к сожалению, у этого продавца закончились все эти косметички. Сейчас их нет в наличии, но я так думаю, что они скоро появятся. Вот, она очень мягенькая тоже. И стоила она в районе 300 рублей, где-то 350. Внутри там идет вот такая ткань с очень милым цветочным принтом. Очень красиво все прошито аккуратно. И мне безумно нравится эта косметичка. Я ее заказала на замену своей старой. На самом деле, не знаю по поводу износостойкости. Скорее всего, она будет очень сильно пачкаться из-за того, что она такого светлого оттенка. У меня тут есть два платья, и давайте их с вами распакуем. Первое это вот такое вечернее платье на одно плечо. Оно такое прям вечернее-вечернее. Представлено, по-моему, только в одном черном цвете. И стоило оно где-то 1900 рублей. Вот, тут идет такая сетка по материалу. Само платье выполнено из полиэстера и хлопка. Но сейчас я чувствую только полиэстер, потому что ткань она такая встречевая и более синтетическая, нежели хлопковая. Мой рост 1,65 м, и я его носила сапогами на высоком достаточно каблуке, и оно мне было хорошее по ростовке. По размеру я заказывала S. Он очень хорошо сяло по фигуре, поэтому я советую его заказать. Если вы хотите отметить в нем Новый год или День рождения, ну, конечно, такой черный мрачный оттенок. Если бы оно было в белом-бежевом цвете, мне кажется, было бы прикольнее еще померить его в других цветах. Вот. Ну, а так, мне очень нравятся фасоны и силуэт этого платья. Очень выглядит женственно, красиво. Советую к нему присмотреться, если искали что-то подобное. Следующее платье вот такое вот. Оно идет не с юбкой с валанами, в таком готическом стиле, и по составу оно из хлопка полиэстера. Но, если честно, у меня такое чувство, что это перекуп с Алика, потому что, во-первых, оно пахнет Китаем, вот. И, ну, материал такой похож на Алиэкспрессовский, но при этом не тонкий. То есть платье выполнено из очень плотного такого материала. Оно идет в такой супермаленький мелкий рубчик, его даже не видно вот на камере. И стоило оно, кстати, в разы дороже, чем предыдущее платье, которое я вам показывала. Стоило оно 3100 рублей. Вот, заказывала я его в размере XS, если я ошибаюсь. Я его хотела надеть на Хэллоуин, но, к сожалению, в этом году я его не отвечала. Поэтому просто пусть оно у меня будет на особый случай. Следующее, что я заказала, это такие джинсы Клёш. Эти джинсы в стиле Y2K. Они представлены у бренда Тин Чик. Я заказывала их сначала в размере S своем, но у этих джинс такая размерная сетка немножечко другая. И размер S был мне очень мал в талии, и они были довольно-таки короткие. Поэтому я заказала размер L и XL. Вот XL у меня был слишком большой в талии. Размер L мне нормально подошел по росту, и в талии немножечко свободно. Но я, как сказала ранее, я их просто ношу с ремнем. По составу они выпулены из хлопка, денима и спандекса. Они идут на высокой посадке, но так как я взяла на размер больше, даже два больше своего, они идут на заниженный, поэтому я их ношу с ремнем. Идет вот такой вот бахромой и такой необработанный крой. Эти джинсы представлены в двух цветах, в графитово-черном, который я вам показала и который я заказала. И также они есть у продавца в таком синеголупом цвете. Следующее, что я хочу вам показать, это такой невероятной красоты кружевной топ. Мне безумно нравится такое вот кружево, очень тонкое, аккуратное. Очень хороший материал, качество. Тут немножечко торчат нитки. Вот. Но в целом... Ну вау. Очень красиво оно выглядит. Это стоило 1680 рублей, эта кофта. И по составу тут идет полиэстер, эластан. И мне безумно нравятся такие кружевные кофточки. В последнее время очень красиво они выглядят с такими атласными юбками. Если вы давно искали похожую модель кофты, именно кружевную, то, я думаю, вам стоит к ней присмотреться. Вот такой вот топик, я его заказываю в размере XS. Он выполнен из такого плотного материала, по составу хлопок полиэстер тут идет. Единственный минус этой кофты, этого топа, то, что вот эти бретельки, они со временем стягиваются. И когда вы его носите, эти бретельки могут спадать. И топ, он спускается ниже. Вот. Поэтому в этом плане я бы не советовала его носить на спорт. Потому что он не совсем практичный в носке. Но, блин, он стоил 320 рублей. И у меня такое чувство, что это тоже перекуп с Алиэкспресс. Очень приятный такой материал, плотный. Вот. Единственный минус, это, конечно, исполнение бретелек. Потому что они со временем просто начинают сползать. И из-за этого они комфортно ощущаются и не держатся вообще на плечах. Следующее, что я заказала, это хайлайтер для лица и тела. Но, к сожалению, он разбился и пришел мне в ужасном состоянии. Я этот хайлайтер заказываю постоянно. И он мне приходил в нормальном виде. Просто он у меня очень быстро заканчивается. И очередной раз заказала, и он весь разбитый. Я понимаю, что, скорее всего, это проблема в перевозке товара со склада в пункт выдачи. Скорее всего, там он как-то помялся. Хотя он был упакован очень так добротно. Типа, тут очень много всего было. Но, блин, это реально самый лучший хайлайтер, который я находила. Потому что у него очень такое деликатное свечение. И тут такие частички блеска очень крутые. Следующее, что я сказала, это такой баттер для тела от бренда Spa Kitch Land. Вот с кокосом. У меня есть такой с вишней. У них такая маслянистая основа. Как у всех крем-баттеров. Нужно очень аккуратно после этого что-либо дрогать. Потому что будут оставаться жирные следы везде. На телефоне, особенно, когда помажусь. И потом что-нибудь куда-нибудь захожу. И у меня весь телефон в этом масле. Поэтому его желательно наносить перед сном. Чтобы все впиталось. И у него очень приятная парфюмерная тушка. И я думаю, он хорошо выполняется с функцией увлажнения кожи. Тем более осенью, когда сейчас все сохнет. Я думаю, он хорошенький такой. Еще хочу вам показать свои покупки из магазина Sensei. Его, к сожалению, нет ни на Валберес, ни на Зоне. По крайней мере, я его там не нашла. И у них также нет своего сайта. Поэтому, к сожалению, не смогу оставить артикулы. Просто можете зайти вот в магазин Sin. И, скорее всего, там будут эти вещи. Потому что я их покупала буквально дней 5-6 назад. Первое, что я хочу вам показать. Это такой кардиганчик в цвете серый меланж. Очень приятного такого мягкого материала. Идет он на таких вот пуговичках. Покупала я его в размере M. И он мне сидит прям свободненько. То есть, если бы он размер меньше, он бы мне сидел прям по размеру. Вот такой вот лонгслив. Я его в каком размере взяла? В размере XS. Он вообще был в разделе сейла. Поэтому он мне вышел рублей 400. А тот кардиган, который я показывал, по-моему, 1500 где-то. У него очень приятный материал. Скорее всего, это хлопок. Вот такой идет круглый воротник. Мне очень нравится комбинировать все эти две позиции. Надевать лонгслив, сверху кардиган. И еще какое-нибудь украшение. И мне кажется, это очень круто выглядит. Если вы давно искали что-то такое базовое, то советую вам заглянуть в син. Вот, он так называется. И там, кстати, очень много прикольных свитеров. И всяких базовых элементов для кардероба. Поэтому можете туда заглянуть. Еще я там приобрела ароматическую свечку для дома. Но я уже ее давно распаковала. И она у меня сейчас там горит, стоит на комоде. И там прикольные всякие штуки для интерьера. Поэтому вообще советую туда сходить и посмотреть что-нибудь для дома. Возможно, что-то такое новогоднее. Это были все вещи, которые я хотела вам показать в этом видео. Спасибо вам большое за просмотр. Если вам понравился этот ролик, можете дать мне об этом знать. Поставить лайк, напиши, написать комментарий. И всех очень сильно люблю, внимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok